Продюсер Рауль Леви Курт Юргенс Жан-Луи Тарантильян В фильме Рожеба Дима И Бог создал женщину Авторы сценария Роже Вадим и Рауль Леви Оператор Арман Тирард Субтитры создавал DimaTorzok Композитор Поль Мизраки Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У тебя ножки, как у богини? Месье Карадим, вы говорите дерзостью Я принес яблоко Какое яблоко? Искушение Я говорил, что хочу подарить тебе машину Подарить машину? Да Она здесь Я ее подогнал Какая марка? Красная симка с открытым верхом Где она? Вы меня купили? Пока нет Красивая? Красивая? У тебя будет такая же С такими губами ты можешь иметь все, что захочешь Я пожирательница бриллиантов Не думаю Сейчас будет скандал Добрый день, Месье Мадам Уже полчаса как-то должна быть в магазине Но, естественно, ты предпочитаешь щеголять с головой перед мужчинами Распущенная девчонка Взяли из приюта его благодарность Но я же работаю Если это можно назвать работой Это я во всем виноват Ну что вы, Месье Карадим? Она опаздывает по моей вине Я могу это компенсировать Спасибо, Месье, но честь этого дома не продается Мадам, честь дело деликатное Нужно быть великодушным До свидания, Месье Карадим До свидания, Мадам А, ты подрядывал, старый мерзавец Я просто услышал твой голос Тебе недолго осталось смеяться У меня для тебя есть сюрприз Знаешь, что тебе говорят? Тебе наплевать, а мне нет Распущенная Если бы ты хоть работала нормально Мадам Мартиян сказала, что вчера ты обслуживала ее босиком Ты будешь отвечать? Это что-то изменит? Нет Так ты зачем мне отвечать? Ну, погоди Тебя ждет еще подарочек Добрый день, Месье Карадим Добрый день Вам уже сказали, архитектор Рожеш ждет вас по леднице Хорошо Вам сказал управляющий, я хочу перекрасить фасад Все будет готово к Пасхе Я вам доверяю Добрый день Я немного опоздал Ничего Как новый проект? Продвигается А наш проект? Осложнение Место мне кажется идеальным Казино можно построить с левой стороны у дороги Вы правы Отель в березовой рощи на берегу моря Но это при условии, что вся земля до зеленого мыса будет принадлежать вам Никаких проблем, дело только за мастерской Торде Перестаньте пить Вы становитесь желтым от виски, а я не люблю желтый цвет Как идут переговоры с Торде? Они не хотят продавать Один из братьев против Который? Старший, который живет в Кулоне Сегодня он приезжает на Викенд Было бы лучше, чтобы вы с ним встретились сами Антуан, посмотри на эту малышку Как вертит задом В чем дело? У меня спустилась шина Что-то не очень заметно Какой ты славный, просто прелесть Антуан Ты теперь ездишь автобусом? Спустила шину А ты все хорошеешь Не пора ли остановиться? Хорошо проводишь время в Толоне Ты же знаешь, я работаю Возвращайся сюда Там у меня есть будущее Будущее придумано для того, чтобы использовать настоящее Сюда ремонтная мастерская Ты выходишь, Антуан? Что? Да Ты ходишь на танцы? Всегда хожу Что ты нам принесла поесть? Опять чечевицу? От нее у коров прибывает молоко Антуан, как добрался? Купим машину, будет легче Как дела, сынок? Скучаю, мама А у тебя как дела? Ах, я спираю Похоже, работа идет Денег мало Все основные заказы идут в мастерские порта Хотя, чтобы прокормить семью, хватает Ты прав, сынок Что, начинает рассыхаться? Карадин хочет купить нашу мастерскую Перебьется А может, стоит подумать? Никогда Я встретил Джульетт в автобусе Она стала настоящей женщиной Нас так прижало Совести у нее нет Зато есть кое-что другое Не попадись ей на уточку А почему бы и нет? Она тебя не дожидалась А я ей не говорил, что хочу быть первым И вообще непонятно, откуда она родом Ее отец был капитаном торгового флота Это ей не помогло Она же не виновата, что потеряла родителей Ты чересчур осведомлен А мы часто болтаем, когда я захожу в книжную лавку Скорей бы вечер Ты слишком сентиментальна Он такой красивый Как раз для пикника Муж лучше твоего Рене Рене мне дарит подарки Раз, раз, два, три Нет, подожди, это не мамба Сейчас покажу Знаешь, Рик Карадин ко мне приходил Мсье Фардио, я бы хотел купить вашу мастерскую Вам вашей мало? Я хочу построить на берегу отель Нам нужна ваша земля Мастерская наш хлеб И никто у нас ее не отнимет Я не хочу ее отнять Я хочу ее купить И предлагаю вам 4 миллиона 4 миллиона? Это не такие уж большие деньги Вы можете купить небольшой магазинчик Мы не бокалейщики Считай это выгодным предложение Ведь ваша мастерская прогорела Откуда вы знаете? Вам пришлось искать другую работу Это мое дело Безусловно Мне нужен ответ через два месяца У вас есть время подумать Все решено Дело ваше До свидания, господа Извините, что побеспокоил До свидания, миссия Карадин Кристиан Ты идешь? Малыш, держи, дома послушаешь Спасибо, миссия Карадин И в нас не запугать Может, не стоило приходить? Смотрите Смотрите, как мне повезло Радуйся Предлагаю предложить им большую сумму Если я предложу им 20 миллионов За мастерскую, которая стоит 2 миллиона Они почуют подвох Если в Сантрапезе кто-то узнает Что вы строите казино Они захотят вам помешать Я не спрашиваю вашего мнения Дурачок, холодно? Пойдем, я тебя согрею Подержи Антуан, такой красавчик По-моему, он урод Ты не сказала, что они встречались Подержи, пожалуйста Учись у него Сначала мне нужно измениться Почему? Помнишь басню про червяка, который влюбился в звезду? Нет А как она заканчивается? Плохо Но я знаю песенку про гусеницу, которая влюбилась в бабочку А она как кончается? Хорошо Мне не хочется ни о чем говорить Но если я молчу Мне хочется тебя поцеловать Я идиот Я целый год ждал, чтобы это понять А я целый год ждала, чтобы это услышать У меня есть оправдание Какое? Ты была ребенком? Нет Я увезу тебя в Тулон В понедельник мы с тобой уедем Ты мне не веришь? Посмотрим Поедем? Я сделаю все, что ты хочешь Ты меня поцелуешь? Поцелуй меня Во всяком случае, она не для нас Лучше уж Антуан, чем кто-либо другой Иди танцевать Сам иди Мне все время отказывают Ты не умеешь себя вести С девушками надо делать вид, как будто ты уже победил Вам повезло На этот танец я свободен Можно вас? Мерго, подержи Я не могу, я должна держать сумочку Это моя любимая песня А я ее никогда раньше не слышал Я тоже Я здесь Иди в порт, я приду за тобой А ты не скучаешь А я когда-нибудь скучал Похоже, с Джульетт все в порядке Сегодня вечером с ней пересплю Ты времени зря не теряешь Знаешь, с такими переспишь А потом и думать забыл А если она в тебя влюбится? Я уеду в Тулон И она меня забудет Лучше не связывайся Хозяин хочет, чтобы я женился на его племяннице А она? Только об этом и мечтает Завидую тебе Это мой лидер Джульетт 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 По-моему, я вам задолжала свидание Обожаю сюрпризы Позвольте вам представить Мадемуазель Джульетт Арди Мадам Вежелефрам Добрый вечер Я была в баре, потом решила зайти Мсье Вежелефрам Мадемуазель Джульетт Арди Очень приятно, мадемуазель Не стойте, как истокан Поставьте новую пластинку Дэри, твои пропали Правда? Вы влюблены? Откуда вы знаете? Когда вы на нее смотрите У вас глаза становятся, как у теленка Вы слышали про сахара, Фенат? Да Это я Вы слышали про пылесосы? Да Это я Вы танцуете, ча-ча-ча? С пылесосом никогда Она ничего не добьется в жизни Эта малышка не ценит деньги Марсель, ты много выпил? Ничего страшного Десять шагов Ты сама все увидишь Коктейль по моему рецепту? Нет, спасибо Это он тебя ждет? Огонь! Я не ожидала Кровь идет Нужно прижечь Пойдем Какая досада Простите, мадемуазель Я тебе всегда говорила Вино делает из тебя зомби Нет, вино делает меня неловким Это не одно и то же Чем же прижечь? Есть чудесное средство Какое? Но это опасно Вы не сможете меня забыть Я искренне Почему ты пришла? Я не знаю Может и знаю Не задавайте лишних вопросов О чем ты думаешь? Еще один глупый вопрос Никогда нельзя ответить правду Я думаю, ты искренне Получит, да? Антон? Да Да Тебя это раздражает? Мне плевать Уходи Надеюсь, она выкрутилась Где она? Она ушла Ушла? Почему? Потому что она всегда делает то, что ей нравится И когда ей это нравится Браво Ты зря время не теряешь Мне плевать Сто раз плевать Между нам отдохи Между нами Кажется, тебе это нравится Что на тебя нашло? Лучше Я буду завтра ждать тебя у автобуса Я заберу тебя отсюда Пустые обещания Сама увидишь До завтра Давай проведем сегодня время вместе Если нет, ты не возьмешь меня с собой? Не будь ребенком, это разные вещи Тогда до завтра Ты едешь первым автобусом? Да Я буду ждать на перекрестке Проси водителя, чтобы остановился Останься Это она? Да Второй час ночи Ну что, маленькие, не соскучились без меня? Опять была на танцах? Скажи мне что-нибудь Вот я тебе и говорю Я обещала тебе сюрприз Так вот Я написала епископу, рассказала о твоем поведении Попросила, чтобы он снова забрал тебя в приют Святой Марии Ты вернешься туда и пробудешь до 21 года Вот так ты реагируешь Тебе плевать Не надоел твой зверинец Завтра этот кролик окажется в кастрюле Ты останешься здесь До свидания Тебе плевать Давай, лети Лети, ну берегись кошек Берегись кошек А ты беги Город не место для кроликов Бедные сокраицы Беги Смотри, Джульетт Что она делает здесь такой ранен? Малыши Малыши, вернитесь Я никуда не еду Сократ Сократ, вернись Противный кролик Сократ Сократ О, какие корнишонцы, лапы Сократ, здесь Сократ Он же третий день тут ходит Что-то вымюхивает Все, вас выспрашивала Что она хочет? У меня есть идея Вам интересно? Я все понял, когда она начала меня расспрашивать Пожалуйста, левенье, дошенье Вон там на полке Вы мне дали на 10 франков больше Распущенная Плохо воспитанная Ленивая Я пыталась найти вам оправдание Но теперь я хорошо понимаю, мадам Моран Оправдание чему? Вашему поведению Какое вам до этого дело? Очень большое Я собираю досье для ипахи Моя милочка, мне придется сказать Что вы порочите репутацию нашего приюта Единственная возможность Выпутаться из этой истории Пройти медкомиссию И получить справку Какую справку? Если вы на самом деле еще девушка Я дам вам шанс реабилитироваться Я не знала, что любовь это болезнь Но вы ничем не рискуете У вас есть прививка Вы забыли газету Вы же заплатили Что тебе нужно? Провансан Нет, нет, я сама хочу достать Я тебе ее дарю Позднее купи себе леденцов Но за это поцелуй меня Мы можем подойти к берегу на 50 сажений? Отдайте приказ установить мотор посередине бухты Вы ведь учились на юресте? Да, мсен Допустим, вы правы И они собираются дослать малышку в приют Это легко проверить Как можно этому помешать? Этих людей купить очень сложно Я ищу законный путь Это может быть брак или удочерение Но в таком случае будет подробное расследование Мораль и облик Отсутствие судимости Понятно В таких случаях берут подставное лицо А сами остаются в тени Почему бы и нет? Главное, чтобы она осталась здесь Под рукой Заткнись Вот эта пресловутая мастерская Я сделаю им новое предложение Когда возвращается этот болван? В воскресенье, на Пасху Вы говорили, Скорье? А вот они Это облегчит дела Я уйду Подождите меня Я видел вашу машину вчера В Вестманче? Да Сколько она выжимает в час? Десять двадцать Я дам тебе попытаться Правда? Ну как, подумай Мы упрямые Я дам еще миллион Может на этом месте золотая жила? Возможно Если я продам мастерскую Отец перевернется в могиле Странные люди Никому деньги не нужны Антуан Добрый день, Мадам Здравствуйте, месье Карадин Знаешь, я только что узнала Что мадам Морен отправляет Джульетт в приют Ты рада? Я бы и год не выдержала Она еще ребенок Просто развлекается Играет в дочки матери Ей просто не хватает нежности Ей нужен человек Который ее поймет Направит Поздно Она завтра уедет Этому можно помешать От этого не будет проку Месье Карадин Вы говорите, что Можете спасти Джульетт Да Как? Нужен человек, который откажется От своей свободы Чтобы она смогла сохранить свою Он должен жениться на ней? На Джульетт Не позавидуешь этому бедняге Можете поверить Здесь она такого не найдет Вы так уверены? Я хотел бы купить Дейли Геррент Мы его получаем только летом Ничего, я завел через месяц Двенадцать часов Я закрываю Завтра уезжаешь? Да Решила? А если ты найдешь другую работу Останешься? Ничего уже нельзя поделать Ты идешь домой? Нет, зайду в бар на пристани А если бы ты вышла замуж? Думаю, я нужна Разве ты не можешь стать хорошей женой? Я слишком люблю развлекаться Ты такая красивая, это нормально Не знаю Мне кажется, что я скоро умру Внутри меня сидит что-то, что толкает меня на всякие глупости А если бы ты влюбилась, ты бы стала другой? Может быть Я никому так много не рассказывала о себе Джульетт Джульетт Ты выйдешь за меня? Нет Я уверен, что смог бы сделать тебя счастливой Нет, не нужно Чего ты боишься? Себя Но ты ничем не хуже других Наоборот Ты меня не знаешь Я не хочу, чтобы ты туда возвращалась Я тоже Даже не хочу об этом думать Это будет ужасно Джульетт Я так хочу, чтобы ты стала моей женой Представляю лицо твоей матери, когда она узнает об этом Никогда Никогда она не войдет в нашу семью Мне 21 год Ты не можешь помешать мне жениться Никогда, никогда, ты слышишь Этого не будет Закипает Забирай ее, если хочешь Но тебя предупреждали Не может быть Ты женишься? На ком? На Джульетт Я заклинаю, Мишель, подумай Эта малышка маленький зверек Ее нужно усмирить Ты еще не совсем взрослый Ну, наконец-то Если бы Жанна не решила купить эту коляску Мы бы не опоздали Извините нас Не беспокойтесь, Антуана еще нет Я думала, он приехал вчера Нет, он был занят Антуана не было в мэрии Он не приедет В трудные моменты Мы всегда были вместе Он не приедет Антуан приехал Мишель, Андре Торде Вы согласны взять в жены Джульетт Кристиан-Арде Присутствующий здесь согласно обряду нашей святой церкви? Да Джульетт Кристиан-Арде Согласны ли вы взять в законные мужья Присутствующего здесь Мишеля Андре Торде Согласно обряду нашей святой церкви? Да Соедините ваши руки Во имя Отца и Сына и Святого Духа Объявляю вас мужем и женой Аминь Ты бы мог все-таки остаться на свадебный обед? Нет, мне нужно быть на работе за хрутром Ну что, счастливо, малыш? Ты на него сердишься? Я его терпеть не могу Мне так больше нравится, чем когда ты была в него влюблена Смотрите, Джульетт Ну что, молодожены, вы пьете по стаканчику? Не сегодня А нас почему на свадьбу не пригласили? Ревнуешь? Нужно привыкать делиться Он был рогат Начальник станции КОНЕЦ Мишель Остановись, ты его убьёшь Остановись Я не знала, что ты такой храбрый Он с ума сошёл драться с Рене Ты можешь идти? Да Как только они придут, будем садиться Я уверен, будет курица Идут Мишель Что произошло? Ничего Мишель подрался Подрался? Вот это да Нужно вызвать доктора Не надо Садись за стол, я помогу Оставь нас, займись гостями Здорово ему досталось Это из-за неё, я уверена Хорошее начало Знаешь, ты красивый Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Впервые вижу брачный обед без новобрачных Посмотри, что там Говорю тебе, дверь закрыта А передайте мне, пожалуйста, ножку Как думаешь, ты сможешь меня полюбить? Не знаю, но я очень стараюсь Чтобы попасть в кухню, нужно пройти через столовую? Да Ты проголодалась? М-м-м Как он там? Неплохо Ему что-нибудь нужно? Я обо всём позабочусь Пока Доброе утро Доброе утро Слышала, вы нас покидаете Возвращаетесь в Сан-Тропе? Правильно Что вас туда влечёт? Ваша малышка теперь замужем, я слышала У меня нет предрассудков Относить кинозамужних женщин Эй, какой циник Джульетт Ты что, прячешься? Накрой на стол, мальчики сейчас вернутся Вот эту музыку я танцевала с Рене У нас всё закончено с ним Тем лучше Послушай, как здорово Знаешь, Эрик вернулся Его секретарь за мной приударяет Он хочет свозить меня в Канны потанцевать Эрик и тебя приглашал? Могли бы съездить четверо Ты как глупая Брак, это же не монастырь Можно оглохнуть Тебе не хочется повеселиться? Ужасно хочется Тогда я тебя не понимаю Я хотела бы сделать Мишеля счастливым Но это же всего один раз Если я начну, то не смогу остановиться Послушай, это же Альберт Беко Так что мне сказать, Эрико? Скажи ему, что я не люблю больше яблок Что? Он поймёт Я уже соскучился Я тоже Один скотч Соедините меня с Министерством внутренних дел У меня есть принципиальное согласие Нужно действовать быстро Алло Дайте мне, Бариш, 1374 Срок подтверждения заявки истекает через три дня Я знаю И самое неприятное Просачивается информация о нашем проекте Вы никому не проговорились Пусть мне отрежут язык Наверное, так лучше И всё из-за того, что три балланы не хотят расстаться с 50 метрами земли Войдите Я велел вам привезти сюда девушку Она не захотела Если вы имеете в виду малышку Джульетта, она приходит сюда каждый вечер Вот как? Она любит слушать пластинки Полезный парень Дай мне 100 франков У меня не золотое дно Я тебе верну У нас долги Ну, конечно, что ей до этого Закончатся деньги, тогда посмотрим Вместо того, чтобы болтать глупости, лучше иди работай Ну, я работаю Я пытаюсь быть счастливой Ты красивый Всегда должен улыбаться Интересно, куда это она ездит каждый день Подпишись на сцене Хорошая песня. Хорошая песня. А я нет. Ничего, научишься. Нет. Я повторяю свой вопрос. Ты счастлива? Я стараюсь. Твой муж болван. Когда у мужчины такая жена, он должен уметь зарабатывать деньги. Как? Я их предлагаю. Почему они не хотят продать мастерскую? Я их понимаю. Пока у них есть что-то свое, они не чувствуют себя бедными. А ты не дурочка. Естественно. Как я мог предлагать им деньги, это было ошибкой. Я им предложу 30% акций в моей ремонтной мастерской в порту. Так я и сделаю. И мы станем богатыми? Вы будете жить широко. У меня будет машина? Да. Я все еще жду, пока ты придешь. Я не приду. Ты же не хочешь сказать, что любишь своего мужа? Вы когда-нибудь видели, как он улыбается? Но ты стоишь больше, чем улыбка. У меня есть все, что я люблю. Море, солнце, горячий песок. Музыка и еда. Когда-нибудь ты захочешь большего? Возможно. Я буду ждать. Это когда тебе 20, ты торопишься, и у тебя мало времени. А когда сиди виски, тебе 50. Времени хоть отбавляй. Ты сердишься? Я не люблю прощаться. Музыка и еда. Согласен, но с одним условием. Я стану начальником вашей мастерской в Порту. Это для меня лучшая гарантия. Вы ничего не теряете. Я умею руководить, работать. Значит, ты вернешься домой. Нужно выбирать, что выгоднее. Согласен. Мы подпишем контракт и не медленно. По-моему, все неплохо. Антуан, ты был великолепен. Джульетт! Джульетт! Все получилось. Теперь мы богатые. Я смогу купить тебе все, что захочешь. Антуан возвращается. Он будет управляющим. Не может быть. Все подписано. Нельзя, чтобы Антуан возвращался. Я вас умоляю, сделайте что-нибудь. Даже если бы я этого хотел слишком поздно, а контракт подписан. Вы должны помешать ему вернуться. Ничего не поделаешь, моя милая. Это так серьезно? Да. Совершенно новый сервиз. Я скорее... А твоя жена нервничает. Необходимо ею заняться. Не беспокойся. Мишель отлично мной занимается. По вечерам мы никогда не скучаем, правда? Потише, тут дети до 16. Я пошла спать. Чего же ты ждешь? Иди за ней. Войдите. Послушай, я не доверяю прежнему мастеру. В квитанциях полно ошибок. У тебя есть доказательства? Да. Завтра нужно встать пораньше. Проведем инвентаризацию до прихода рабочих. Ты все еще возишься, старый педант? Я тебе запрещаю смеяться. Они там не скучают. Твой ход. Это твое. Бери. Они притихли. Наверное, есть чем заняться. Заткнись. Ладно, ладно. Я думаю, ты такой нервный за счет мозгов. Не раздражай меня. А то я устрою тебе веселую жизнь. По-моему, веселая жизнь это там. Джульетте тебе очень подходила. Но тебе надо было, чтобы наш братец на ней женился. Только тогда ты это понял. Понял. Поздновато нервничай, старик. Бери пример с меня. Страдай с улыбкой, как я. Отстань. Итак, ты мне должен 1400 франков и 20 сон. Мы ведь не играли на деньги. Ты так говоришь, потому что проиграл. Жильетте. 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 Ты несчастна? Ты меня уже спрашивал. Если тебе плохо, скажи. Я стараюсь тебя полюбить. Что с тобой? Я боюсь. Ты просто маленький котенок. Ты должен любить меня очень сильно. Я от тебя без ума. Скажи мне об этом. Говори. Говори, что я твоя, что нужна тебе. Поцелуй меня крепко, Мишель. Джильетте. Я боюсь. Чего? Так трудно быть счастливой. Нет. Все в порядке, месье Карадин. У меня не будет некоторое время. Счастливого пути. Добрый день. Ты с отцом с ума? Я стреляла к бутылкам. Где ты взяла револю? Ящики. Обожаю стрелять. Это здорово. Я был внизу. Я вас не видела. Ты чуть в меня не попала. Нечего смеяться. Красивая сумма сбродка. Но это уже чересчур. Если бы я был твоим мужем, я бы тебе показал. Давайте. Хватит. Что здесь происходит? Твоя невестка решила, что она в тире. Но ты могла кого-нибудь ранить. Да нет же. Возвращайтесь на свои места. Ты тоже. Я пришла за тобой уже шесть часов. Уведи ее. Как думаешь, сколько продержится этот брак? Что вас волнует? Считали скандалы. И то, и другое. Она плачет? Нет. Может, она плачет, когда одна? Она слишком большая дрянь. Что касается женской психологии, мой бедный Антуарм, ты на уровне каменного века. Меня будут ругать. Брось мне апельсин. КОНЕЦ 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 Что ты здесь делаешь? Уходи. Ну, наконец-то. ПОДВИНЬСЯ Подвинься. Жаль, что мне некому позвонить. Тебе нужно зайти к Лефору насчет краски. А я смотаюсь к Крутену. За день всего не успеть. Ты едешь в Марсель? Да, на сутки. Я поеду с тобой. Я буду мотаться целый день, тебе будет скучно. Не будет. Я еду первым автобусом. Тебе придется встать прямо. Ничего. Держи, отнесешь это в банк. Начинают поступать деньги. Деньги? Какая ерунда. Не трогай. Держи, отнесешь это в банк. Держи, отнесешь это в банк. Алло? Алло? Не слышно. Алло? Должно быть, ошиблись. Телефон только что подключили. Не срабатывает? И сейчас никто не может узнать. Банк. Банк. Карадин, вы воплощение удачи. Вы так думаете, ваше высочество? У вас есть деньги, власть, женщины. Скажите, как лучше добиться женщины? Это вы меня спрашиваете? Миллион восемьсот тысяч или банк? Банк. Как правило, это деньги, драгоценности, меха. В крайнем случае, какая-нибудь необычная вещичка. Однажды вечером к вам приходит любимая женщина. А вы предлагаете ей выйти замуж за другого. Это вы считаете удачей? Нет, я это называю благоразумием. Возможно. Джульетт. Джульетт. Автобус уходит через полчаса. Я хочу спать. Ты не поедешь? Поеду. До завтра. Привет. Привет. Как дела? Все в порядке. Возможно, у нас завтра будет кислород. Кристиан, а где катер? Джульетт взяла. Ты с ума сошел? А что? Мотор барахлит. А куда она отправилась? К маяку комара. О, суд, гадость. Дурацкая посудина. Черт возьми, дурацкая, совершенно дурацкая посудина. Дурацкая посудина. Антуан! Мне нужно отвезти Катю. Не бросай меня. Не оставляй меня, Антуан. Не бросай меня. Не бросай меня. Не бросай меня. Ну что, встаёшь, мокрая курица? Хочешь, чтоб я тебя отнесла? 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 Продолжение следует... 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 Будет лучше, если ты об этом узнаешь. Твой брат... Она хорошо начинает. Что же теперь делать? Ты должен сказать, чтобы она уехала. Как? Если она поднимет шум, пообещай, что она получит элементы. Но она должна уехать сейчас. Сегодня утром. Да. Держи. Это я привез тебе. Я тебя предупреждала. Куда ты? Искать Жильетту. Не нужно, она тебя побудет. Жильетт! Жильетт! Жилье! Смотри-ка, Эсмеральда возвращается. Да. Это яхта Карадина. Яхта Карадина. Тебе повезло, красотка. Ничего страшного? Нет. Она пьяная. В такое время? Двойной коньяк. Вы не видели, Бесьен? Нет, не видел. Она скоро придет. Я ее жду. Какая гадость. Повторяйте, пожалуйста. Алло. Алло. Джулия только что чуть не попала в адмашину. Она странно выглядит. Алло. Это, конечно, не мое дело, но вы не должны ее туда пускать. Она пошла в бар. Чего ты здесь болтаешься? Подождите меня. Что с тобой? Не знаю. Что-то случилось? Я сошла с ума. Это жар. Безумие купаться в это время. Если бы умереть, было так же просто, как выпить эту штуку. Голова трещит. Ты не видел Джульет? Нет. Я ее повсюду ищу. Есть одно местечко, куда ходят все шлюхи. Она там. Где это? Голова раскалывается. Где она? Она в баре. Надирается. Не ходи туда. Брось эту шлюху. Не называй ее так. Она проститутка. Почему проститутка? Ты ей платил? Да. Она мне стоила катера. У меня не было страховки. Ну что, уставился? Я плохо выгляжу? Кто тебе сказал? Нама. Правильно сделала. Брось ее. Нет. Дурак. Вчера она рыдала в моих объятиях. Завтра это будет другой. Плевать. Она моя жена, я хочу ее забрать. Я убью тебя, но ты отсюда не выйдешь. Ты же не останешься здесь до вечера? А почему бы и нет? У тебя будет время подумать. Ты ревнуешь? Тебе же лучше, чтобы она уехала, чем видеть ее в моих объятиях. Дай пройти. Так бывает только в кино. Отдай ключ. Отдай ключ. Не отдам. Отдай. На что ты надеешься? Не будь идиотом. Хватит. Кристиан, Антуан там. Он ранен. Кристиан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Да, это я. Извините. Вы всегда печатаете, когда я говорю по телефону? Слушаю. Вы просили меня позвонить. У нее с мужем что-то произошло. Я не знаю, что точно, но она какая-то странная. Что это? Виски-клуб. Новая вещь. Они сейчас репетируют. Ну, ребята, покажем этим французам. Так. Так. Привет. Хочешь потанцевать? Нет? Мы как раз репетируем новую песню Давай потанцуем немного Ты такая грустная Когда я грустный, всегда танцую и что-то напеваю Это новый модный танец, ча-ча-ча Вот так Получается Продолжай Так Неплохо получается Двигайся, двигайся Что с тобой? Я развлекаюсь Хватит, пошли отсюда Вы знаете такое место, где только поют и танцуют? Я тебя туда отвезу Это далеко? На другом конце света Я больше не хочу ни о чем думать Поэтому я с тобой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу с тобой поговорить Нет Я тебя умоляю, остановись Джульетт Джульетт Субтитры сделал DimaTorzok Джульетт 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 Я тебя умоляю Не двигайся, болван Ты не понимаешь Она тебя любит Нет Нет Тебе повезло, ты только продавил мне рубашку Что здесь происходит Ничего Что на тебя нашло? Ты что, заболел? Я не могу везти машину Я отвезу вас к врачу Я отвезу вас к врачу Я отвезу вас к врачу Не здесь, они предупредят полиции А полиция не слишком разбирается в любовных историях В Ницин не искру Повезло Нет, сегодня никому не повезло Даже вам Почему Вы упустили шанс Это была единственная возможность ее увезти Я знаю Вам не идет роль Санта-Клауса Лучше быть Санта-Клаусом, чем марионеткой Эта девушка создана, чтобы губить мужчину Вы боитесь? Возможно Впереди в жизни Бедный Мишель Он вытащил не ту карту Ему 20 лет, может выкрутиться А вот ты едешь отсюда Я сам знаю, что мне делать Советую тебе не забывать, что хозяин тут я И не таким, как ты, рога обламывал А теперь поехали быстро Я не хочу сдохнуть от этой глупой царапины Я не хочу сдохнуть от этой глупой царапины СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ